Все сложные организмы, как и эти вьюны, появляются на свет из одной клетки зародыша. На икринках рыбы очень удобно наблюдать за его развитием. Это измельчают молоки. Они оплодотворят икру. Оплодотворенную икру помещают в термостат. Там зародыши начнут развиваться. Каждая икринка подобна куриному яйцу. Под плотной оболочкой желток и активная белковая среда цитоплазма. Из нее-то и формируется зародыш. Как протекают процессы превращения? Какие механизмы осуществляют передачу заложенных в хромосомах наследственных признаков? На множестве живых клеток в разных стадиях развития зародышей проводят свои опыты биохимики. Они должны вскрыть оболочку, проникнуть внутрь каждой живой клетки. Такие хирургические операции не могут обеспечить массового приготовления препаратов. Доктор биологических наук Нейфах и кандидат биологических наук Костомарова предложили совершенно новый способ снятия оболочек с зародышей. Оплодотворенные икринки они обрабатывают химическим веществом трепсином. Под его воздействием оболочки полностью растворяются за 2-3 минуты. Оголенные икринки переносят в пробирки с сахарозным градиентом. И затем помещают в центрифугу. Благодаря разности удельного веса желток и цитоплазма разделяются. Теперь получена возможность в массовых масштабах наблюдать за зародышами отдельно от желтков на любой стадии развития. Важная работа биохимиков может раскрыть многие тайны сложного механизма передачи наследственности.